Всем привет, это проект Альфа, меня зовут Николай Фельдман, вы смотрите военный дневник с Алексеем Арестовичем, прямой эфир идет на канале Алексея Арестовича, на канале Юрия Романенко. Алексей и Юрий уже с нами на прямой связи, добрый день, господин. Добрый вечер. Всем привет. Я предлагаю сразу же начать со сводки Генштаба и проанализировать карту изменения, те, которые случились там за этот день на именно сводки Генштаба. Согласно сводке Генштаба, Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении и штурмовые действия на Бахматском направлении имеют успех в районах Южнее Работина и Клещеевки. Я не прям увидел, что там у нас серьезные изменения, как бы, ну вот постоянно что-то, чуть-чуть прирастает какая-то серая зона, чуть-чуть немножко синей зоны. Что известно? Известно, что наши войска двигаются там на юг и по флангам, а российское командование перебрасывает туда резервы для того, чтобы сходить в серию контратак, ну и, соответственно, остановить движение наших войск. Очень не беспокоит направление на Очеретино, это вот если вот от мышки, где стоит ручка, то это вправо и вниз. Или для любителей географический координат на юго-восток, романовская и так далее. Почему? Потому что там трасса, которую мы можем перерезать, трасса, ну дорога, не трасса, но прокоповка вербовая, что лишит их возможности оперативно перебрасывать войска справа налево, слева направо и расколет группировку на две части. Что является большим военным наступлением, которого они пытаются, соответственно, избежать. Там сейчас будет период коротких схваток, когда российское командование подготовит контрнаступление и пойдет на них. Вот они с бухты Барахты пытались уже пару дней назад, но сейчас вот не получилось, сейчас пытаются подготовиться покачественней. В общем, сценарий повторяется раз за разом в хорошем смысле этого слова. И в плохом тоже. Потому что наши войска продвигаются, они пытаются их выбить контратаками, наши движутся дальше. То же самое, я так понимаю, касается Клещеевка. Нет, под Бахмутом, под Клещеевком интересная ситуация. Там российское командование и войска не могут удержать продвижение наших войск, несмотря на попытки. И вот Клещеевка, особенно в районе Андреевки, им поблохело за пару дней. Но поблохело, надо понимать, что это не гигантский прорыв на 10-15 километров, а это движение на сотни метров, но это очень важная сотня метров. В частности, там удалось преодолеть защиту, вернее, оборону 72-й их бригады, которая держала блюзодорожного полотна в этом районе. И позиция была очень сильной, которую очень тяжело было преодолеть. Так вот, по некоторым данным российских злых языков, наши уже перевалили это частично в одном месте, что показывает, что им, в принципе, плоховато. Ситуация для них осложняется. Еще одно место, где они движутся очень активно, пытаясь купировать продвижение наших войск и сходить в контратаке, это как раз линия приютная с заветным желанием. Это там, где Старомайорская, на стыке Запорожского и Донецкого фронтов. И, соответственно, Новодонецкая в общем направлении на Керменчик. Там они тоже подкидывают резервы. Понятно, какие территориальные войска преимущественно, но тоже желанием не дать нашим двигаться. Таким образом, у нас только на Южном фронте два направления активного движения их резервов. Желанием не допустить продвижения. И попытки перегруппировки на бахмутском направлении, которые не приводят к успеху, несмотря на то, что и там, и там воздушно-десантное подразделение. В принципе, та же 83-я бригада. Она тренирована на полигонах ГРУ в спецпрограмме. Боюет она как раз и южнее Бахмута. Им не получается особо ничего сделать. Более того, приходится отступать. Терять позицию за позицию. И севернее Бахмута, Купинск, Лиман. Там попытки двигаться их войск. И их войск, и, соответственно, наше движение вперед, которое в нескольких точках местности привело к тому, что мы захватили ряд позиций противника. Это тоже движение 200-500 метров. Но надо понимать, что в тех условиях это гигантские цифры практически. Для каждодневного труда, который там, рубка за каждый куст, за каждую посадку, это очень тяжело. Но вот успеха у них нет. У нас есть маленький, но частичный успех в движении. Вперед. Есть так. Ну, получается, это, в общем-то, все такие события по фронту, которые... Да, динамика сейчас такая, средней интенсивности, потому что нет активного движения ни одной из сторон. Обе стороны подтягивают резервы, какие-то тактические улучшения идут и так далее. Потому что готовятся к схваткам в районах, которые наметились. В частности, это южнее на Новопрокоповку, на Вербовое, да. И между ними на Новопрокоповском направлении, соответственно, это движение на Любимовку и Володина, на линии приютное заветное желание, само заветное желание. Ну, и движение на Керменчей, ну, соответственно, южнее севернее Бахмата и там на направлении. Там то, что случилось, начертание поля боя и движения войск, которые там происходят, они уже показали, как бы, логика понятна, куда будут дальнейшие движения. Обе стороны готовятся наши, соответственно, продвигаться, а их стороны не пускают нас туда. Вот, я думаю, схватки или схватки будут такие напряженные там возобновятся в течение нескольких дней. И там уже будет видно, кто кого куда. Ну, думаю, что мы их, а не скорее, чем они нас. Скажи, пожалуйста, вот сейчас проходят выборы, получается, да, в России. И одновременно на оккупированных территориях они также ведут такую избирательную активность. И сегодня доложили о том, что, несмотря на то, что киевский режим пытается срывать выборы, в Запорожской области явка все равно высокая. У меня вопрос, откуда она там вообще может взяться, хоть какая-либо там, тем более высокая. Ну, я уже 146 процентов или всего 146, как бы, эта явка. Я думаю, что частично явку они сумели обеспечить для тех людей, которые, ну, во-первых, их коллаборанты, во-вторых, хотя сколько их там. А во-вторых, даже процентам отношения, я думаю, что это просто десятки или сотни людей, но отнюдь не проценты. А во-вторых, ну, наверное, те, кто тотально зависит, возможно, от них в деле там получения пенсии, возможно, предполагаю, еще чего-то. Ну, тоже несколько сот человек, это даже не проценты, как мне кажется. Любой нормальный человек будет избегать участия в международном преступлении, да и связываться с оккупантами, в принципе, неохот. И мы знаем другие случаи, когда их военные корреспонденты пишут, что они чувствуют себя в так называемых, в кавычках, присоединенных областях хуже, чем в Чечне, они, как они говорят. В Чечне было больше уверенности в завтрашнем дне, чем здесь, потому что спать нележно ведут, сразу попадает украинский снаряд. Случаи отравления местными жителями фиксируются. Как бы, да, из их, кто поел медик у помер, да, выпил водки помер, там, съел помидорчиков помер и так далее, и так далее. Население относится крайне враждебно, демонстрировано. Недавно было видео, когда в Крыму мужик говорит на кассе, скоро зайдет, так, не особо стесняясь и никуда не спеша, разважливая, раскладывая еду по пакетам, говорит, что скоро придут за ВСУ, они вас отсюда выкинут. Ну, то есть, какие выборы в таких условиях, я, честно говоря, да, ну, фальсифицирую, да, я думаю, что да. 211% будет явки и 350, 350 проголосований. Сегодня было еще сообщение. Какую цифру они нарисуют, мне интересно, да. Можем делать ставки, пусть в комментариях люди напишут, как они думают, какая явка будет в Запорожской области, написано, какие цифры. А какая разница? Ну, по большому счету, какая разница? Потому что для всего цивилизованного мира, не говоря про Украину, совершенно очевидно, что это фейковые выборы, которые проводят экупационные режимы. И чтобы они там не нарисовали под 450%, это же принципиально ни на что не решит, ну, не повлияет. Украина выборы не признает, мир выборы не признает, вот. Ну, пришлют каких-то китайских блогеров, что, кстати, само по себе уже является, кстати, интересно. Что Китай начал управлять такую активность, потому что китайцы, ну, они же неоднократно говорили относительно того, что они поддерживают суверенитет Украины. И, в принципе, из-за Тайваня они очень четко к этому, к этой проблеме относятся. А то, что появились в Мариуполе, там их блогеры и какая-то блогерша Катюшу спела, это как раз вот очень интересный сигнал, который... Кстати, почему ты думаешь, Алексей, вот ты на этот счет, что думаешь? Почему Китай начал таким образом действовать? Я думаю, это событие, кстати, в большой двадцатке. Какой-то демарш такой, учитывая, что Байден дважды высказался по поводу неприезда Синьцзиньпиня. Очевидно, есть какие-то противоречия, которые они в сочлении непреодолимы. Вопрос, как бы, чего они касаются. И, там, например, поставок вооружения военной техники или попыток наказать Китай за серые схемы, которые там действуют в отношении товара двойного назначения в России. В общем, они решили немножко потестировать ситуацию и показать этот самый. В зависимости от его разрешения мы увидим два варианта. Либо этих блогеров накажут, высекут и подвесят, и певицу эту. Либо, наоборот, как бы, скажут смотреть. Смотрите, да, смотрите Ютуб, там, где она поет и так далее. Китай, как всегда, косвенными путями показывает недовольство того или иного варианта. Вот разрешение. Видимо, где-то пригрозили, видимо, где-то что-то как-то намекнули. И вот они решили показать зубы. Но это зубы. То, что он не откажется от принципа территориальной целостности Украины, это однозначно. Потому, что никто в здравом уме не будет сейчас пересматривать территории в мире. Ибо у всех, кто может пересмотреть значимых, есть свои спорные территории. И ты таким образом подвергаешь сомнению свою собственную позицию. А вот мелкие такие демонстрационные уколы. Типа Катюша на славу российской армии, разрушенными драм-театрами с убитыми сотнями гражданских людей. Детей, это да, это вот может быть такая история. Показательная. Да, они символически демонстрируют свою недовольство какими-то процессами, которые происходят. Друзья, хочу пригласить вас на мои творческие встречи, которые состоятся в крупнейших городах Соединенных Штатов Америки. За все время полномасштабной агрессии России против моей страны я ни разу не покидал территорию Украины. И вот теперь лечу в Соединенные Штаты для того, чтобы встретиться с вами. Не секрет, что у меня есть совместная программа с Генеральным Штабом Вооруженных Сил Украины, в рамках которой я приобретаю дроны DJI Mavic 3 Fly More Combo для наших вооруженных сил. На сегодняшний день войска я передал уже 65 таких дронов. И, конечно же, я хочу вернуться из США с еще большим количеством дронов для нашей армии. Мои выступления состоятся 26 октября в Сиэтле, 27 октября в Сан-Франциско, 28 октября в Лос-Анджелесе, 1 ноября в Майами, 2 ноября в Вашингтоне, 3 ноября в Филадельфии, 4 ноября в Нью-Йорке и, наконец, 5 ноября в Чикаго. Обещаю, мы поговорим обо всем. Я отвечу на все ваши вопросы. До скорой встречи, друзья. Сразу же переходим к саммиту Большой Двадцатки. Прямо сейчас он идет. Получается, первый день этого саммита начался. И там целый ряд всяких важных новостей. Начнем с того, что спикер украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко заявил о том, что та декларация, которая G20 уже согласована, она Украину, мягко говоря, не устраивает. Там есть ряд положений спорных, с которыми мы не согласны. И получается, что не соблюдается принцип ничего об Украине без Украины. И, в частности, есть спорные формулировки, что украинский кризис, а не военная агрессия России в Украине. Нет призыва, получается, прекратить эту агрессию и так далее. Почему это все так? Двадцатка – это очень странное образование. Когда сильна международная организация, любая организация, когда она может заявить единую позицию? И проводить единую политику по единым принципам, хотя бы на каких-то участках деятельности? Почему с Большой Семеркой считаются? Не только потому, что это 44% мировой экономики, потому, что они согласованную политику проводят. Ты понимаешь, что ты не удастся сыграть в дамки с кем-то по одиночеству, отколоть его и сказать, ну, слушай, Японию там, например, ну, те там оставшиеся шестерки думают вот так, но нам-то выгоднее вот так. Они проводят согласованную политику. Двадцатка никогда не проводила согласованную политику, потому, что слишком разные страны там собраны. Как ее только не называли. ООН для бедных, там, или там этот самый... Вернее, Семенов, G7 для бедных, или ООН для этих самых, ну, по-всякому. И всякий раз все их декларации являются предметом, ну, настолько... в худшем смысле этого слова сбалансированной позиции, да, что пока учтешь интересы всех, что очень беззубая декларация получается. Слишком много противоречивых интересов надо учесть. Там одновременно находятся страны, которые в западной повестке, и страны, которые в антиколониальной, антизападной повестке. Чего далеко ходить? Премьер Индии вышел с табличкой новой, где новое название Индии, Бхарат, да, место Идии. Очень символический жест в пользу борьбы с проклятым, значит, англоязычным, английским наследием, империалистическим. Древнее название страны. И они, в принципе, же ставят вопрос о переименовании. Да. Еще отдельная большая тема. Так вот, как такие страны, какую декларацию они могут выдать? Но заметьте, даже в этой ситуации есть что? Есть некоторое общее положение про ту же территориальную целостность Украины. Оно же есть? Есть. Про необходимость решать мирным путем и так далее, и так далее. Ну, то есть, некие, некие минимумы мы получили в связи с этой декларацией, хотя и не были приглашены, по той простой причине, что подтверждается территориальная целостность. Это и является основой нашей позиции. Все, что происходит, у нас в дипломатии опирается на этот принцип. И вот его в очередной раз подтвердила небольшая двадцатка, значит, можно апеллировать к этому. Вот минимум дипломатический там есть. Но в основном они решали проблему, как бы до Украины сейчас нельзя обойти, но они решали проблему зерновых поставок, потому что там государство, которое напрямую зависит от зерна и так далее. И особо ожидать там было, честно говоря, нечего. Но, видимо, что-то происходит между США и Китаем, потому что Байден дважды заявил недовольство отсутствует Си Цзиньпинь. А Си Цзиньпинь никак не отреагировал, кроме как блогеры китайские приехали в море. Ну, вот, видимо, где-то что-то как-то... Ну, знаем. Такие вещи обязательно вылезают в публичное пространство. Так, на полях G20 президент Турции Раджеп Таип Эрдоган призывает лидеров стран Большой Двадцатки удовлетворить некоторые требования России, чтобы восстановить зерновую сделку. Ссылаясь на трех турецких чиновников, издание Bloomberg отметило, что Турция просит мировых лидеров способствовать страхованию российского экспорта продовольствия и удобрений лондонским банком Lloyd's и снова подключить Москву к системе SWIFT для международных платежей. Ну, в общем, все то, что мы и ожидали. Не Москву, а Россельхозбанк, который в сфере агропродукции. Но там было слито через одну из газет западных было слито требование, которое ООН выставили. Там было призабавное требование не атаковать российские суда в акватории Азовского и Черного моря. То есть, русские, они интересные парни такие, россияне, да, они хотят, чтобы сразу и сесть, и съесть. Потому что, может быть, не атаковать российские войска на всей территории Украины теперь, да, потому что из-за одного изделка Элика. На Шмидт тоже отреагировал, он сказал, что почему нельзя торговаться с россиянами, потому что тогда водовые площадки для Шандерна они будут создавать все больше и больше каждый раз, потому что это работает. Да. Вот и так далее. На фоне этого появилась очень интересная новая информация. Британия сказала, что будет обеспечивать, ну, сначала перевели, как сопровождать суда, которые везут зерно из Украины, но это я не повезал своим глазам, побежал сразу в англазаичную источник. Они не будут, они будут сопровождать в смысле разведывательными данными. То есть, Британия, Британия, и так без этого базирующаяся в Румынии, например, там, исполняющая свою миссию, бомбардировщики британские и истребители-бомбардировщики, исполняющие свою миссию по безопасности Черного моря, они сказали, мы усилим разведывательные возможности для того, чтобы оберечь суда, которые везут зерно из Украины. Вот. И американцы сказали сегодня интересную вещь, что будут переброшены дополнительные силы для обеспечения безопасности судов. Вот. Я думаю, что, возможно, сдвиг в пользу присутствия натовского в Черном море мог послужить недовольством к одной из причин недовольства Китая. Потому что для них за этим недвусмысленно стоит соответствующая возможная подобного рода активность вокруг Тайваня. Морская тематика, схожая тематика. И вопросы там блокады, где блокады, на сопровождение их не могут не беспокоить китайцы. Это предположили. Не знаю. Но то, что Соединенные Штаты и Британия одновременно заявили о том, что они будут присматривать за судами в Черном море. И появились разговоры о передаче Токамсов нам. Да. А кроме того, да, Блинкин специально сделал заявление по поводу атака зерновой инфраструктуры. Показывает, что эта тема достала их. И они, что? Собираются этим серьезно заняться. Тем более, сегодня президент Румынии обратился к Геннеку Накуту. НАТО по поводу того, что нашли новые обломки Шахена, который атаковал. Заходили через территорию Румынии в том числе и падали на них. Поэтому... И заявил решительный протест. Да. Решительный протест. Если они не падали напрямую, вернее, Румыния не была, румынская территория не была прямым объектом нападения, то использование румынского воздушного пространства военной агрессии в международном праве 16 признаков. Это один из признаков военной агрессии. Вообще, время 4-й и 5-й статьи. 4-я консультация, 5-я это возможное действие. Он обратился, и Соединенные Штаты Британии сразу сказали, ребята, нас окей, нас этим интересует, туда немножко самолетов прилетит, и немного разведывательных возможностей увеличатся. Дроны, спутники и все остальное. И это любопытнейший пример от пороговых действий американской и британской стороны. О чем я говорю? Есть такое понятие подпороговые действия. Это еще не прямые боевые действия, но явно враждебные действия, формирующие общественное мнение, влияющие на политику, расклад сил. Типичный пример это сбитый на струю реактивный российского истребителя американский дрон на Черном море. Это прямая агрессия, только стрельбы не было. Она создает двоякую ситуацию. С одной стороны, все понимают, что наехали на Америку, и она не ответила. С другой стороны, а это важно, своих поддержать, американцев заставить, задуматься, попугать. А с другой стороны, ну и не война, войну из-за такого не начнешь. И Россия, российский способ гибридной войны всегда стал на подпороговые действия, они были очень сильны в этом. А подпороговые действия быстрые, на подпороговые действия нужна молниеносная ответ, нужна решительность. А это все то, чего нет у НАТО, как у коллективного органа, потому что консультации 32 государств, как мы понимаем, от больших до маленьких, с очень разными интересами, хотя и в одном блоке, никаких быстрых действий. И вот эти точечные молниеносные уколы, или такие вот штучки, когда через воздушное пространство Молдовы пролетали ракеты на Венницу российские несколько раз, когда через воздушное пространство Румынии используется, заходя по Дунаю, на наши российские, надо на них как-то реагировать. И до сих пор это были гневные предупреждения, либо очень косвенные, вот так, передача нам вооружения военной техники, которая в конце концов делала россиян. Больно, но не было прямого ответа. А это било по позиции, по способности. Более того, общественное мнение на Западе начиналось меняться в пользу того, способны ли НАТО вообще ответить. То есть, друзья Путина за рубежом укреплялись в тех самых натовских странах, а официальная позиция поддержки Украины слабела и возможности себя защиты. Теперь они начинают свои подпороговые действия, потому что усиление разведывательных возможностей переброска американской авиации в ту же Румынию, например, о которой заговорили, это уже усиление войск на театре с конкретной целью. То есть, если американские самолеты начнут сбивать российские фахеды или там прочие средства воздушного нападения в воздушном пространстве Румынии, это будет совсем интересная штука. Вроде как не воюют напрямую с Россией, но дроны сбивают. Защищая румынскую территорию, не воюя с Украины. И если они на это пойдут, это означает выход войны на новый этап, новый принципиальный сдвиг, когда НАТО начало подпороговое действие, обеспечивая формальная безопасность своей территории, а на самом деле, конечно, не давая россиянам атаковать и Украину тоже. Хотя они об этом никогда напрямую скажут, они будут всячески подчеркивать, что это не помощь Украине военная, это защита румынского воздушного пространства или международная торговля зерном, потому что Блинкен прямо сказал, Россия превратила голод в оружие, хочет превратить, торгует им. Вот если это редко получит развитие, поздравляю на всех, конфликт вышел на новый, еще на один этап вышел. Дорогие друзья, благодаря в том числе интернет-магазину Гордон Шоп мы смогли приобрести уже для наших вооруженных сил 60 дронов DJI Mavic 3 Fly More Combo, дронов, которые так необходимы сегодня на фронте. Я обращаюсь ко всем, заходите в интернет-магазин Гордон Шоп и приобретайте там все, что хотите, начиная от футболок с моим изображением, заканчивая книгами с моим автографом, а еще там есть конфеты Гордон в шоколаде, птичье молоко, а еще там есть яйца Гордона в шоколаде в золотой пирамиде, а еще там есть кружки, зефир и так далее, и так далее. Когда вы окажетесь в интернет-магазине Гордон Шоп, скучного точно не будет. Покупайте мой мерч, приближайте победу Украины над фашистской Россией. Коллеги, а скажите, пожалуйста... Я подожди, я добавлю. В свете всех этих тенденций я просто думаю, что у нас Бессарабия и Одесса превратятся во второй самый такой мощный шалонированный район ПВО, потому что они становятся ключевыми воротами для вывоза больших объемов украинского экспорта. И я думаю, что наши союзники они уже в принципе подошли к тому, что можно работать и без сделки какой-либо с Россией, потому что через румынские каналы можно по Дунаю и дальше через их территориальные воды перебрасывать товары, как это вот сейчас делается. И дальше нужно только расширять, потому что неспособность России преодолеть и перебить эти каналы коммуникации и логистики, а они тем самым понижают ее возможности манипулировать ситуацией не в пользу Украины. Поэтому логичным на фоне вот этих ударов России при Дунайским портам и в том числе и по территории Румынии, как мы видим, будет насыщение насыщение зоны ПВО там и мы уже видим, что гепарды новые будут давать для защиты энергосектора украинского, но это может не только для энергосектора, но вот как раз вот этих логистических цепочек, которые есть там. Потому что если будет закрыта дырка в Бессарабии, которая там сейчас объективно существует, то для России будет все сложнее бить и по западной Украине, и по тем логистическим, и энергетическим, и стратегическим объектам, которые есть на западной Украине, потому что они как раз через Бессарабию проходили туда, на Винницу и дальше. Так что вот такие вот пироги. Да, замелькали сообщения о передаче гепардов дополнительных, но надо понимать, что здесь, что у румынской армии больше 40 гепардов на вооружении, и в принципе в нужном месте, в нужное время они могли бы решить проблему падения дронов на румынской территории. Здесь вот, смотрите, вот какой интересный контекст вырисовывается. И он, и Эрдоган, они же не держатели сделки, они посредники. Санкции, которые они просят снять, доступ дать, открыть свист, и так далее, это же западные страны. К ним обращаются в возобновлении сделки, Путин потирает ручки, стоит на твёрдой позиции. Чем отвечает Запад? Переброской войска и усилением возможностей в Черноморском регионе и активной передачей гепардов в Украине для того, чтобы усилением, скажем так, украинского ПВО. Это вполне может означать, что у них уже есть решение по этой сделке. И это решение точно не в пользу возобновления, а в пользу поиска альтернативных маршрутов переброски украинского зерна прикрытая силами НАТО. Хотя бы частично, хотя бы на уровне разведывательных данных или там, по крайней мере, территории Румынии прикрыта. И это интересный поворот. Смотри, я как раз хотел спросить... Российского Шантагана. Хотел спросить именно ваше мнение, Алексей, и твоё, и Юра, именно в контексте Турции. Ведь Турция получила возможность создать эту сделку, защищать зерновой коридор. именно в силу того, что страны НАТО, Британия в частности, если помните, угрожала ввести свой флот на территорию, ну как бы в Чёрное море. И когда Турция взяла на себя ответственность за безопасность, то как бы эта ситуация сложилась так, как она сложилась до момента, пока Россия не вышла и не начала уничтожать портовую инфраструктуру, как это происходит сейчас. И получается, что вот эти вот сообщения про британскую авиацию, которая будет вести разведку, но чтобы не допустить ударов российских по судам, которые участвуют в зерновой сделке. Это же говорит о том, что получается Британия даёт сигнал ещё в первую очередь и Турции, что Турция не справляется таким образом. Смотрите, удары по зерновой инфраструктуре и там сколько, огромное количество, не буду называть цифр, хотя я их называл наш мид, даже по-моему, или кто-то из наших официальных представителей, но пока не уверен, говорить не буду, по принципу не навреди. Огромного количества зерна и зерновой инфраструктуры оно же это изменение правил войны. Это новая операция российского военно-политического руководства по превращению голода в оружие, угрозы голода в оружие с целью воздействия на мировое общественное мнение и изменение позиции в ООН, например, и так далее. Шантаж. Шантаж. Вот интересно, если новый этап войны, новая ветка войны начала расти и развиваться, как реагирует Запад. Запад реагирует переброской самолетов и усилением разведывательных возможностей, как они говорят, с целью не допустить. Тогда возникает вопрос к Турции, ребята. А, и когда вы брали на себя посредничество? Вы страна НАТО, вообще-то. Страна НАТО, государство НАТО и так далее. Ну, как так получилось, что вы не выполняли? Поэтому Эрдоган находится в весьма двусмысленной позиции. Его обращение с целью дать России все, что она хочет. Ну, вот британские ответы, американские, что мы не собираемся торговаться, по крайней мере, так пока это видеть. У нас есть альтернатива. И это интересно, потому что до сих пор ничего подобного не было. Я не... Это первый раз за 18 месяцев большой войны британцы говорят, окей, мы будем присутствовать, мы усилим присутствие британцы и американцы и будем смотреть, чтобы ничего не случилось. Да, и будем предотвращать, получается, нанесение ударов сами. Юра, скажешь? Что? Свой комментарий относительно Турции. Если есть что добавить, если нет, то следующую туда перейдем. Турция ведет... Турция традиционно ведет свою прагматичную игру и пытается выжать по максимуму со всего, до чего могут дотянуться ее лапки. Вот и все. Поэтому нечему удивляться там того, что турки ведут такую прагматичную политику. Османская политика всегда была такой. Она была всегда по поводу того, как выжать максимум через минимум. Поэтому, если есть возможности, они торгуются. И это делают все. Это делает Израиль, это делает Китай, это... Ну, короче говоря, это делает любая страна, у которой есть долгосрочные, краткосрочные интересы и есть понимание этих интересов. Очень плохо, что мы так не делаем. И я надеюсь, что мы так будем делать все больше и больше и меньше истереть, больше сцепив зубы, преследовать свои интересы и не париться по поводу того, что... Здесь очень... Да, здесь очень... Там специфическая ситуация. Она заключается в том, что... Часто говорят, что у нас мало ресурсов. Что мы там... Во-первых, можно говорить о причинах того, почему у нас мало ресурсов. Во-вторых, даже с малыми ресурсами, что показывает вся мировая история, странам, которым удалось, что даже с малыми ресурсами, но эффективно их используя, ну, как Юра говорит, осознавая то, что тебе нужно, можно добиваться потихоньку своих целей. Сначала в малом, потом в среднем, потом в конце концов в большом. Вопрос об остановке глобальных целей, ну, долгосрочных целей и четкого понимания своих интересов и воли их достигать. Даже с очень малыми целями, вернее, ресурсами это можно делать. Надо сказать, что у нас совсем маленькие ресурсы, но... Ну, правда. Особенно в военном отношении возможности обеспечить безопасность там и так далее, и так далее, играть, там, торговаться и прочее, прочее. Если бы надо было саммит в Джиде собрать, куда, между прочим, и Китай, и Иран приехал на секундочку, так мы собрали почти за месяц. У нас есть ресурсы. Надо просто трезво их оценивать и еще и трезво последовательно, самое главное, применять. У нас часто не хватает последовательности в применении. Когда мы мелем, мелем, как труторный экскаватор годами, месяцами у них есть это все в традиции, в политике, как это, веками освячено, и такой образ мысли, и такой образ действия у них. Нам надо это в себе воспитывать, продвигать людей, которые способны это делать. Президент Владимир Зеленский сообщил, что договорился с министрами иностранных дел Японии начать подготовку двухстороннего документа о гарантиях безопасности. В Украину прибыл министр иностранных дел Японии Йосимаса Хаяши. Визит в Украину станет первым, главы японского МИДа. Во время своего визита министр иностранных дел подтвердит министру иностранных дел Кулебе, что Япония сотрудничает с международным сообществом введения жестких санкций против России и оказывает поддержку Украине. А президент сказал, что очень важный результат сегодня по безопасности. Договорились начать подготовку двухстороннего документа с Японией. Уже работаем с Соединенными Штатами, с Великобританией, с Канадой и теперь с Японией. То есть четвертая страна, которая... Это не просто страна, это государство Большой Семерки. И заметьте, какая интересная штука. Как только китайский демарш, так сразу незапланированный визит Японии, японских должностных лиц в Киев. И это было в прошлый раз. Когда в очередной раз были недоразумения с Китаем, тут же приехали японцы. И оба визита были незапланированы. Поэтому это будет продолжаться. У нас есть хороший баланс против напевов в драмтеатре, на могилах наших людей у нас есть хорошие способы балансирования. Поэтому, коллеги, камон, думайте. Я считаю, что вообще, я понял, у нас недооцененная страна, потому что она с огромными ресурсами. Юра, какая страна у нас дооцененная? У нас есть только у нас только у нас либо недооцененные, либо переоцененные страны. Переоцененные у нас даже не будем называть, но все понимают, про какие страны я говорю, и недооцененные страны, которые мы... Слушай, если мы с Румынией, у нас абсолютно недооцененные отношения, и там лежат проекты на десятки, сотни миллиардов долларов совместные, как мы с тобой убедились на саммите, и готовились этому саммиту, я разговариваю с людьми, то уже дальше мы оценим Японию правильно. А Япония, простите, какая третья экономика мира, насколько я помню? Где-то, да. И это очень серьезный противорез китая. И это государство большой семерки. Единственное азиатское государство большой семерки. Я хотел сказать... Да. Япония, как раз... Просто запозданием, да, извините. Да-да, Япония начинает просто гигантскую программу перевооружения, и она является ключевым одним из ключевых союзников США. Если Украина будет иметь в виду вот эти процессы, то она, во-первых, еще японское вооружение сможет получить, когда впишется в программу перевооружения союзников США. Вот, это очень важно понимать. Во-вторых, Япония, это очень серьезные экономические уроки, она все время ищет возможности продвижения своих технологий, и доступа, как бы, там, на рынке. И Украина может быть такой площадкой подсколка на европейский рынок, то, чем не был, то, чем она могла стать для Китая. Поэтому Япония это вообще такое важнейшее направление, которое, я думаю, Украина будет, ну, будет в силу вот той специфики ситуации, что сложилось, будет развивать и развивать. И там, кстати, у нас хороший посол, Сергей Корсунский, очень толковый, один из лучших, я считаю. Есть же такой дурной мем в украинской политике, да, он перед войной был популярен, сейчас нет, да, но тоже иногда можно услышать, что если Америка будет плохо себя вести, мы уйдем под Китай, или договоримся с Китаем. И я всегда смеялся жутко с этого мема, а зачем под Китай? Зачем, во-первых, говорить об этом Шанты-Статах, во-вторых, как бы, зачем под Китай, если есть Япония? Дружите с Японией. Это вполне себе противовес Китаю на Дальнем Востоке, а учитывая, там очень неплохой такой альянс образуется. Да, с опорой на Австралию, да, 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 там Индия и так далее. Там, поверьте, можно балансировать влияние очень сильно. Но надо немножко, немножко заводить какую-то свою собственную школу геополитики. Нам, да, потом начинать мыслить, да, украиноцентрично, центрично, в том смысле, что понимать, каковы наши интересы в отношении всех стран, а тем более таких, как и более, и как можно этим заниматься, продвигать и балансировать. Два основных занятия политика продвигать и балансировать. Вот вам, Непония у нас вспоминается от случая к случаю. Страна с мощнейшим потенциалом и ресурсом, радикально меняющий вектор своей политики, и этот вектор прямо совпадает с нашими долгосрочными интересами. Ну, так, камон, может увеличить штат и посольство? Может, как-то там, да, вот, значит, работать. Ах, везде приехал министр странных дел, а сами ездили, сами что-то делали? Хороший вопрос. Смотрите, коллеги, очень важная новость прошла, как кажется, Handelsblatt опубликовал такую эксклюзивную информацию. Германия, Италия, Швеция и Испания договорились о создании нового танка. Вот, мне интересно, вот такой проект в кооперации четырех стран с достаточно мощными ВПК. Что он говорит об общеевропейском будущем оборонном? Ну, тут же оказалась какая-то специфическая ситуация. Сейчас парадоксальнейшая ситуация существует, потому что администрацию Байдена европейцы уговаривают увеличить помощь Украине. По вполне понятным причинам. За этим стоит прямая безопасность европейцев. А Байден, соответственно, многие американские можно власти, скажем так, намекают в ответ, что, ребята, сами не хотите? Далеко не все страны НАТО тратят те самые 2% на оборону. Казалось бы, да, можно было бы этот самый. Это еще Трамп говорил, что пятая статья не будет распространяться на те страны, которые не тратят 2% на оборону. Потому что они привыкли сидеть на американской шее в хорошем и плохом смысле. Американцы защищат, а что стараться развивать, зачем тратить деньги, вооружение, это очень дорого. Теперь мы смотрим. Эта война начала очень сильно отрезвить европейцев. Программа боеприпасов развития, которую они нам передали. Развитие ПВО, антитроновое оружие. Они делают свои ВД, они смотрят, они изучают эту войну, лихорадочно перевооружаются Польшей просто с сумасшедшими темпами. Что поляки по результатам этой войны оценили, что они не готовы к такого масштаба войны. Им нужно резко усиливать свои возможности. Но Евросоюз в целом заработал. Проблематика создания общего европейского танка это вопрос о чем? Они поняли роль танков на поле боя. Что оказывается она никуда не делась. Все рассказки, что танка не будет. Время танка прошло. Это детский сад состоятельная группа. Танк по-прежнему остается основным средством общевойскового облаха. Сочетающий подвижности броню, а когда его массово применяют. Про закат танка может говорить только тот человек, который никогда не встречался с танком лицом к лицу на поле боя. Даже с расстания двух километров. Это удовольствие очень сильно ниже среднего. Если танк против тебя, а и очень большое удовольствие если это ты на танке против человека. В общем, это очень серьезная такая штука на весах общевойскового боя. И несмотря на гигантские потери, а почему гигантские потери у танка? Потому что их убивают в первую очередь. Именно потому что они страшно и опасны. Так вот они поняли, что Польша сейчас закупает у Южной Кореи тысячу танков. Но есть люди, которые умеют думать далеко. Они закупают их с локализацией, правильно? С тем, чтобы научиться производить у себя. И у Польши все локализируют у себя. И вот европейцы думают. Европейцы думают, ну, хорошо, если сейчас понадобится одновременно очень много танков для поражения пяти-семи государств, где их брать? Кто танки производит? Французы производят, производят шведы, производят немцы, итальянцы. Все. Все. И заметьте, все эти страны государства, они в этом проекте нового танка. Они думают, зачем так Евросоюз существует? Кооперация же выгоднее. Еврофайтер же сделали со всеми проблемами этого проекта, но тем не менее. Ну, видимо, посчитали, что дешевле, дешевле, эффективнее сделать общую машину. Одну на Евросоюз. Потому что эта война, в том числе, поставила тем унификацию очень серьезно. Когда выясняется, что снаряды 155-мм к французским галовицам не подходят, к немецким, и наоборот, это все что угодно, только не про стандарты НАТО, не про унификацию. И это вот, эти решения, это уроки войны. Российско-украинской войны. Они в этом убедились и стараются быть более готовыми к вызовам. Это очень хорошо, что Европа и НАТО спали и перед войной едва ли не дышали на ладом. Как военно-политическая организация с акцентом на военные. Вот война их разбудила. И они сообразили, наконец-то, чем чреват и крупный конфликт в Европе и реальную степень своей готовности. Прописью никакая степень готовности. Даже ПБ-припас. Российская армия в течение пяти дней выстреливает годовой запас выстреливала, который производили все государства НАТО, включая США. по 155-метровому сноряду. Ну, куда воевать так? Они принимают меры и правильно делают, потому что это в том числе опора на них. Это в том числе и наша безопасность. Еще вопрос. Если сделают этот страшный завод Рейнметалл, который нам рассказывал на территории Украины или не важно уже там на территории... Точнее, важно допустим на территории Польши, если в Украине не сделают. Не будет ли этот новый танк в перспективе стоять на вооружении Сбройных сил Украины? И не будем ли мы еще одной странной кооперацией с ними? У нас же Харьковская еще как-то осталась, несмотря на то, что ХТЗ был разгромлен, люди есть, задел есть и так далее. Посмотрим. Интересная новость ближе к концу нашему эфиру. Хочется ее обсудить из Петербурга, где оказались известные подробности, как действуют китайские ОПГ внутри России. В Петербурге китайская ОПГ зарабатывала на туристах-земляках. Участникам вынесли приговоры. Обвинения и суд установили, что создана была группировка, где они зарабатывали на приеме гостей из Китая, провозе по определенным точкам торговли, общепита и так далее. В общем, комментируют обозреватели эту ситуацию так, что внутри России уже давно действует сеть китайских ОПГ, сеть китайских правоохранительных органов неформальных, которые как бы ведут расчеты в юанях, живут по китайским законным традициям в китайских таких группах, спельнотах, ромадах, общинах. И, в общем-то, имели в виду эту российскую власть, которая существует в Кремле, в Москве и проводится сегодня. Они так делают везде. В США было громкое дело сравнительно недавно, потому что китайские осредственные спецслужбы, отдельные полицейские участки неформально работали внутри китайской общины в США. Этим китайцы радикально отличаются от индусов. Например, потому что 40% глав крупных IT-компаний США индусы по происхождению. Но они вполне себе американцы по менталитету. Они сохраняют, наверное, сантименты, связь какую-то с родиной, но, тем не менее, они вполне американизируются, просто являются американцами индусского происхождения. А вот китайцы нет. Китайцы везде делают Китай. И в этом специфика. Поэтому усиление взаимодействия с Индией неизбежно. Запада. И понимание китайской специфики на собственной шкуре усиления и углубления тоже неизбежно. Где-то впереди стоит столкновение с Китаем глобально. И Америка и Запад исходят целиком из этого. И это будет... И тут центральный вопрос. Попытается ли Россия воспользоваться шансом во время того, как США будет отвлечено на Юго-Восточную Азию, воспользоваться шансом второй большой войны в Европе будет непосредственно, я уверен, на 101%, которая будет угрожать территории других стран Евросоюза и НАТО. Они попробовали с Украиной, они попробуют еще. Ответ на этот вопрос звучит так. Сколько не готовься, гораздо лучше это предотвратить. Лучший способ предотвратить это дать вооруженным силам Украины, силам обороны разгромить российскую армию военным путем и отодвинуть этот сценарий на 10-15 лет. В общем, грубо говоря, чтобы когда начнется в Азии и если начнется, Россия еще была не в состоянии атаковать Европу. Вот эти темпы надо успеть. Понимают ли это европейцы? Большой вопрос. Как бы разговариваем, уговариваем, объясняем и так далее. Что очень важен люфт буквально в 5-7 лет. Что мы с Китаем успели разобраться тем или иным путем. А Россия еще не могла воспользоваться войной с Китаем. Ну, либо с существенным обострением войны с Китаем. Вернее, отношения с Китаем. А для этого темпы восстановления России должны быть очень малыми. Маленькими, чтобы она боеспособность медленно восстанавливалась. То есть, санкции, санкции, еще раз санкции. Второе, нужно их разгромить основательно, подточить военную мощь так, чтобы они 15 лет не могли этим инструментом пользоваться. Соответственно, усилить нас и Польшу как восточный щит. Вообще, концепция двух клыков это главное, о чем нужно сейчас думать американцам и европейцам. Простой расчет 350 тысяч вооруженных современным оружием войск постоянного состава Польши, 350 тысяч армии постоянного состава тренированы. С западным вооружением и с боевым в этом армию Украины это 700 тысячная группировка восточная стена, закрывающая Европу от России. По-моему, любой здравомыслящий политик должен быть предельно заинтересован создание этой стены. Но, товарищи, разгоняйтесь быстрее. Это лучшая инвестиция, чем сделать собственный танк. Собственный танк тоже нужно делать, но гораздо лучше помочь Украине иметь свои танки. Что мы на деле доказываем, что мы можем сделать с Российской военной.